МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген. Крик криминала-комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Мобильный сыщик. Хай-тек-разработка для поиска должников. Накворился на статью. Неожиданный довесок к полицейскому протоколу. Интернет под замком. Виртуальное общение с криминальными элементами. С неординарной ситуацией столкнулись столичные автоинспекторы. При оформлении рядового ДТП полицейские обнаружили у одного из участников аварии курительную смесь. Пакетик с наркотиками водитель предъявил стражам порядка сам, чем вызвал их крайнее удивление. Подозревал ли мужчина об уголовной ответственности за хранение Дурмана, выяснял Антон Булаев. 30 января в центре Сыктывкара Ниссан задел Мазду, которая была припаркована у края проезжей части. Договориться полюбовно водителям иномарок не удалось. Поэтому на место происшествия прибыл экипаж ДПС. Предполагаемого виновника аварии пригласили в патрульную машину. Водитель место ДТП не покинул, остался на месте. На место подошел собственник автомашины Мазда. Подъехали, когда сотрудники госавтоинспекции для оформления и составления административного материала. Выяснилось, что данный молодой человек, как объяснил, употреблял зеленые вещества растительного происхождения. Водителя нисколько не смущало, что употребление наркотиков запрещено. Он уверял автоинспектора, дескать, вещество действует каких-то 5 минут. Поэтому совершенно безопасно для тех, кто за рулем. Молодой человек еще больше удивил стража порядка, когда добровольно продемонстрировал ему пакет с оставшимся у него дурманом. Инспектор потребовал выложить пакет с растительным веществом на чистый листок бумаги. Затем полицейский вызвал напарника. Повидавшие многое правоохранители не могли скрыть своего удивления. Я операцию полувижу, смотри, что дал. Не знаю. Ты сам дал что-нибудь? Да. Группу надо. Я этот как его попросил. Причал 7,49. А где взяли-то? Где взяли-то? Да ну шоу. Нашли? Да. Что, валял? Да. Пройти тест на наркотики парень наотрез отказался. На место происшествия выехали оперативники, которые изъяли пакет, а после отправили его на экспертизу. Она подтвердила, растительное вещество – не что иное, как сильно действующий наркотик. В ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный пояснил, что данное наркотическое средство он нашел возле магазина в 2015 году, в августе. На протяжении длительного времени периодически его употреблял. Ранее молодой человек никогда не привлекался даже к административной ответственности. Ранее он не судим, но в учетах нигде не состоит. Сказал, что просто ради интереса первый раз попробовал, потом понравилось, и в принципе охранил в своей автомашине, иногда периодически для того, чтобы просто расслабиться, употреблял данное наркотическое средство. По факту незаконного хранения и перевозку наркотиков в крупном размере в отношении подозреваемого в полиции возбудили уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Если вина сыктывкарца будет доказана в суде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. На стоянке возле одного из торгово-развлекательных центров Сыктывкара судебные приставы провели необычный рейд. Служители Фемиды вооружились новейшей разработкой – приложением к смартфону «Мобильный розыск». По фотографии регистрационного номера машины силовики устанавливали, есть ли у владельца непогашенная задолженность. В случае, если у человека имеется задолженность, производится арест транспортного средства и в дальнейшем объявляется запрет права пользования указанным транспортным средством. В дальнейшем выставляются требования о явке на прием к судебному приставу и производятся дальнейшие мероприятия по оценке и реализации указанного автомобиля. За три часа мобильное приложение помогло судебным приставам проверить 130 машин. Семь из них принадлежали злостным неплательщикам. На два автомобиля служители Фемиды наложили арест. Их владельцы в общей сложности задолжали более 1 миллиона рублей. Теперь у неплательщиков есть два пути. Или за 10 дней расплатиться по счетам, или лишиться транспорта. Авто выставят на продажу, а вырученные деньги направят на погашение долгов. Спешная распродажа имущества компании «Спецавтотранс» в Оркуте привела ее директора Василия Егорского на скамье подсудимых. По версии следствия, началось все с того, что руководитель фирмы предоставил в инспекцию налоговые декларации за 2011-2012 годы заведомо ложными сведениями и не заплатил государству больше 5 миллионов рублей. В 2015-м, после вынесения арбитражным судом решения о возврате этих средств государству и ареста счетов фирмы, Егорский стал распродавать ликвидное имущество предприятия. Егорский заключил ряд договоров купли-продажи с физическими лицами, а также с рядом организаций на территории города Воркута. В рамках данных договоров было продано имущество организации, а именно ряд автомобилей, автомобиль марки УАЗ, автомобиль марки Урал, экскаватор марки Дусан, который один стоил свыше 2 миллионов 708 тысяч рублей, ряд объектов недвижимости, производственный ангар, административно-бытовой комплекс, земельный участок. Выручка на счета предприятия не попала, а была списана в виде взаимозачета, якобы в счет погашения долга организации перед третьими лицами. Следствие оценило это как сокрытие имущества, либо денежных средств, за счет которых должны были взыскать налоги. При этом у самого директора в личной собственности были автомобили и недвижимость на 4 с лишним миллиона рублей. Сейчас все под арестом. На время рассмотрения дела в суде Василия Еворского отпустили под подписку о невыезде. Если его вину в налоговом преступлении докажут, Еворскому грозит крупный денежный штраф или до 5 лет лишения свободы. Естественно, долг государству придется вернуть. 6 тысяч рублей требовали интернет-шантажисты у 23-летней Сыктывкарки. Они взломали ее страницу в социальной сети ВКонтакте и угрожали распространить ее интимные фотографии во всемирной паутине. Взломы аккаунтов в соцсетях и кибервымогательства стали в последнее время серьезной проблемой для пользователей. Одни мошенники под видом друзей выпрашивают деньги или персональные данные банковской карты. Другие злоумышленники требуют заплатить за компромат. Как не стать жертвой интернет-преступников, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет Вера Железцова. Привет! Забрось мне на телефон 300 рублей. Я позже все объясню. В социальной сети подобная просьба друга, которого ты знаешь уже много лет, вряд ли вызовет подозрения. На это и рассчитывают злоумышленники, когда взламывают аккаунты пользователей и начинают рассылать массовые сообщения их многочисленным друзьям. Пользуясь доверием, мошенники могут в переписке попросту перевести деньги на свою карту. При этом выуживают у жертвы логин и пароль кредитки, после чего попросту обнуляют счет. Для взлома киберпреступники применяют специальные компьютерные программы или так называемые фишинговые сайты. Часто пользователи сами упрощают им задачу. При регистрации аккаунтов придумывают стандартные пароли – число, месяц, год своего рождения или просто набор цифр – 1, 2, 3, 4, 5. Мошенникам не составляет труда подобрать ответ на легкий контрольный вопрос при восстановлении пароля. Например, девичью фамилию мамы или родной город проживания. Такая информация, как правило, лежит на поверхности, на страничке пользователя или его родственников. Поэтому, чем крепче виртуальные замки, тем сложнее их вскрыть. Основные социальные сети позволяют в настоящее время выходить в так называемую двойную систему авторизации пользователя. То есть помимо пары логин и пароль, бесплатная услуга – получение кода подтверждения СМС. То есть при каждом входе в социальную сеть на свою учетную запись необходимо ввести полученный посредством СМС сообщение код, что, в принципе, предотвращает 90% всех попыток не получения законного доступа по личным страницам. Использование сложных паролей, больше 8-9 знаков, верхним и нижним регистром, цифра буквенной, значительно усложняет уже жизнь преступникам. И также сложный ответ на секретный вопрос. В соцсетях и на многочисленных сайтах знакомств во всё орудуют кибервымогатели. Они создают фейковую, явно поддельную страницу, наполняют её чужими фотографиями, ложной информацией о себе и завязывают переписку с потенциальной жертвой – мужчиной или женщиной. Если те клюют на приманку, злоумышленники предлагают перед реальной встречей, при свечах, обменяться интимными фотографиями или видео. Отправляя свои изображения в неглиже, вместо продолжения приятного знакомства горе-любовники попадают в капкан шантажистов. Требует кибервымогателя не так много, дабы окончательно не сломить шокированную жертву, но зато регулярно, раз в месяц. Надо просто внимательнее относиться к собеседникам, особенно незнакомым в сети интернет, и не распространять подобные фотографии. Были случаи, насколько я знаю, человек платил деньги злоумышленникам, но это не спасло его от распространения этих фотографий. Всё равно злоумышленники получили деньги, фотографии были отправлены родственникам, друзьям. Выход из такой ситуации для потерпевших только один – набраться мужества и идти в полицию. Так хотя бы появятся шансы найти и наказать подлого шантажиста. Несмотря на позор в виртуальном мире, настоящие друзья и любящие родственники от потерпевших никогда не отвернутся. Для безопасности своего аккаунта придумывайте сложные пароли. Если друг просит у вас денег, перезвоните ему. Не выкладывайте откровенные фото и видео в интернет и никому не пересылайте их. Если вас шантажируют кибермошенники, не выполняйте их условия. Потеряйте и деньги, и покой, и репутацию. И вообще, будьте крайне осторожны, бродя по всемирной паутине. Виртуальные проблемы могут быстро стать вполне реальными. Вы смотрели Крик Криминала Комментарии. В студии был Эдуард Бушуев. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте yurgan.rf. После короткой рекламы не пропустите время новостей. Берегите себя и своих близких.